Его называли «человеком со стороны» когда-то очень давно. Герой социалистического труда Александр Климбовский приехал в Мордовию из Винницкой области Украины и стал своим в республике. Во многом первым, кто делал все, чтобы Мордовия развивалась. Сегодня его называют уже «человек-легенда». В конце апреля этого года Александра Климбовского не стало. Он ушел из жизни на 92-м году. Руководитель колхоза, аграрий, у которого едва ли не вся республика училась любить землю и грамотно с ней работать. Климбовский был передовиком всесоюзного масштаба. Он внедрял новейшие технологии в сельском хозяйстве и животноводстве, ставил рекорды по урожайности. Но это только звучит легко и красиво. Если углубиться в истории, не так уж давно исчезнувшей с политической карты мира страны, можно представить, насколько непросто было в то время выполнять поставленные планы и при всем этом оставаться еще и хорошим человеком. Александр Климбовский смог это сделать. В селе Алово, Атяшевского района Мордовия, где он жил и трудился, Александра Климбовского называют мудрым наставником и гениальным руководителем. Воспоминания тех, кому посчастливилось с ним работать, в центре внимания Людмилы Кусеровой. Село Алово в Атяшевском районе Мордовии – это больше тысячи жителей, детский сад, школа, медпункт, вокруг тысячи гектаров озимых и яровых. Но когда-то всего этого не было. Это было то время, когда сюда приехал никому неизвестный уроженец Западной Украины. Александр Климбовский в 50-х годах прошлого века приехал в Мордовскую глубинку работать. А потом его попросили поднять отсталый Аловский колхоз, в котором кормов не было, потому что сено растащили. В селе почти тысячи домов. Из них были только два покрыты шифером, остальные – соломой. Аловцам повезло, надо сказать. Зажили они, когда Александр здесь стал работать председателем колхоза. Он сюда построил новый молочный комплекс на 400 голов, спецхоз по производству свинины на 5000 голов. Тогда это было очень сложно, но и все строили хозяйственным способом. Никаких не было строительных организаций со стороны. Вот. Потом, знаете, зерносклады, зернотока, доможжет на воду, домомеханизаторов – все это было построено при нем. Валентин Вавилкин 20 лет был заместителем Климбовского и помнит, как однажды председатель колхоза получил выговор за то, что не выполнил план заготовок зерна. Все потому, что почти все раздал работникам в счет натуроплаты, чтобы люди не голодали. А еще Валентин Вавилкин долго перечисляет заслуги своего бывшего начальника. Благодаря Александру Климбовскому Валова были построены школа, детский сад, участковая больница на 40 койко-мест, комбинат бытового обслуживания населения, хлебзавод, промышленные объекты. Он обустроил систему мелиорации, а молодежь за счет колхоза получала высшее образование. Была открыта школа передового опыта. Он очень грамотный, очень такой пробивной. Он практически в хозяйстве мало бывал. Он все время в разъездах. В разъездах то в Саранске, то в Москве, то в Ульяновске. То, значит, за передовыми технологиями, передовым опытом, ездил он на Украину, на родину. В Узбекистан ездил, ну, Смоленщину. В Узбекистан они ездили. Оттуда привезли, как делать дрожжи для чинопоголовья и для крупных рогатого скота. Вот тогда сделали в кормоцехе на спецхозе по производству чинины, вот этот цех по производству дрожжей. То же самое это способствовало увеличению продуктивности и чиноводства, и крупных рогатого скота. Семья передовека всесоюзного масштаба Александра Климбовского жила скромно. Глядя на его дом и не скажешь, что хозяйничал здесь человек, которого уже при жизни односельчане называли легендой. Он многое делал первым. Первым в Мордовии начал сеять сахарную свеклу, недаром, что родом с Украины. На практике в институте сам за сеялкой стоял. Сделал пруды и валово за водой, стали приезжать из соседних сел, а в колхозе Климбовского появились полторы тысячи гектаров орошаемой земли. Самый большой успех Климбовского – это подготовка специалистов. И он как учитель, мой учитель, многих учитель. Он когда-то был человеком со стороны, но более чем за полвека стал своим среди мордовского народа. Поэтому в начале 90-х тогда еще кандидат на пост главы республики Николай Меркушкин предложил Климбовскому стать своим доверенным лицом на выборах, потому что точно знал – этот человек знает и понимает проблемы людей. Я вспоминаю одну поездку осенью. Это было, наверное, лет 40 назад, когда убирали свеклу. Октябрь месяц. Мы туда еле доехали. Что меня там удивило, зашли в кабинет, и в кабинете там по правой от него руку знамена. Знамена победителей. Это знамена не мордовские, а знамена ЦК КПСС, Совета Министров, ОЦСПС и ЦК ВАЛКСМ. Победителю социалистического соревнования давалось. То есть союзного масштаба. Мы тогда посчитали, разных этих знамен было 13. Ну, в общем, вся эта стена была в этих знаменах. Это говорило о том, что человек достиг на своем посту очень высоких результатов. Когда Александр Климбовский уходил с должности председателя колхоза, женщины плакали. Когда он ушел из жизни, даже мужчины пустили скупую слезу. Именно он здесь начал и наладил современные, настоящие производства, сельскохозяйственные производства. Ну и жалко, что так получилось, что вот он ушел. Его нет сегодня среди нас. Александр Климбовский оставался верен селу. Как герой соцтруда мог бы переехать жить в Саранск, но остался в Волова. К нему обращались за советами. Он был членом правления, ставшего его родным, колхоза имени Горького. И душой болел за дело земли, которому посвятил всю свою жизнь и всего себя до конца. Людмила Кусерова, Григорий Денисов. Программа «В центре внимания».